по имя иисуса болезнь убирайся сейчас когда ты отдаешь жизнь иисусу ты теряешь ее для евангелия ты либо отдаешь ее ему либо удерживаешь от него дух страха пытается связать церковь чтобы она не ходила в духе любви и силы и сама контроля как выгнать этот дух только божьей любовью пока вы не узнаете не поймете что вас полюбили идеальной любовью этот дух останется нетронутым и попытается удержать вас от мужества для бога во имя иисуса оставь ее во имя иисуса сейчас же нижняя часть спины все еще беспокоит но нога намного лучше да это все пройдет почему я свидетельствую людям потому что бог любит людей потому что бог любит меня почему я делюсь евангелием потому что я должен да но это потому что ты евангелист нет это потому что я верующий в библии говорится что верующие должны проповедовать всякому творения нет участка посредине нет серой зоны нельзя хотеть немного иисуса это все или ничего ты либо полностью отдаешься ему либо нет ты цель для врага если ты не отдашься ты включишь иисуса в свою жизнь чтобы ты просто мог вести себя как христианин ты лицемер люди идут ад из-за твоей жизнью а 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 ничего себе у него больше мысли обо мне чем песка по всей земле каждая мысль для моего благополучия каждая мысль для человека которого вы больше всего любите попробуйте взять горсть песка брать по одной песчинке и думать одну вещь про него с каждой из них посмотрите как далеко вы зайдете знаете ли вы что ваше имя крестьянин это не просто ионин это крестьянин а а а а а скажем а а дух. И он хочет пребывать в вас, чтобы уничтожение ада было вашей профессией. Блаженны нищие духом. Блаженны те, кто не думает, что все знают, но поддаются обучению. Блаженны те, кто невысокомерны и не думают, что все знают. Блаженны те, кто поддаются обучению учителя. Таковы блаженны. Он дал нам две заповеди. Любить Бога всем моим сердцем, душой, силой, разумением и любить своего ближнего, как самого себя. Это две заповеди, которые он сказал нам исполнять. Если вы любите Бога всем своим разумом, ваша рука не может доводить вас до греха. Все желающие жить благочестиво, не проповедовать благочестиво, не говорить благочестиво, но жить благочестиво будут гонимы. В отрывке про блаженство Бог так говорит. Блаженны алчащие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Когда у вас хорошее отношение с Богом, вас преследуют за это. Вы смеиваете. Люди насмехаются, люди издеваются и глумятся над вами. Люди говорят всякого рода гадости против вас. Из-за моего имени, сказал Иисус. Если они ненавидели меня, они будут ненавидеть вас. Это награда. Велика ваша награда на небесах. Болезнь от дьявола. Через несколько минут вы увидите это, потому что Бог промчится и исцелит людей, потому что Он может это сделать. Он хочет, чтобы мы знали, насколько Он нас любит. Он добрый Бог. Он добрый. Иисус ходил, творя добро и исцеляя всех обладаемых дьяволов. Мы говорим, я отдаю все. Все. Все для Иисуса. Мы не говорим, я отдаю тебе немного. Я говорю, я не забираю назад свою жизнь. Ты можешь иметь всю ее. Бог хочет использовать вас, чтобы исцелять больных. Бог хочет использовать вас, чтобы изгонять демонов. Бог хочет использовать вас, чтобы очищать прокаженных. Бог хочет использовать вас, чтобы воскрешать мертвых. Бог хочет использовать вас, чтобы проповедовать Евангелие бедным. Это призыв сказать, мне надоело жить для себя. Я хочу гореть для Иисуса до конца моей жизни. Я хочу изменять жизнь людей каждый день. И когда люди проходят около меня, я хочу давать им Евангелие славы. Итак, там был один парень, один подросток, похожий на большого подростка-культуриста. Я услышал, как Господь проговорил, что перед тем, как выйти, Он сказал своему брату, «Я докажу, что это горстка мусора». Этот парень так сказал. И он вот так проходил, и Бог коснулся его. Он закружился и упал на землю, попытался встать, но не мог ходить. А затем Бог ослепил его и забрал его зрение. И Святой Дух просто нанес удар в Божьей любви. Он лежал на земле с таким видом, он не мог видеть. Я спросил, «Ты в порядке?» И он ответил, «Я не вижу, пожалуйста, скажи мне, почему я не вижу?» И я ответил, «Потому что ты был слеп, но ты встанешь зрячим, сынок. Ты сомневался в Боге, и ты прошел через этот туннель, сомневаясь в Боге, но ты выйдешь в огне с Иисусом». Он ответил, «Хорошо, просто верни мне зрение». Я сказал, «Это не я, только Бог. Он вернет тебе зрение». И парень поднялся, и на следующий вечер он пришел. «С меня хватит. Бог, я отдаю тебе всю свою жизнь». Сэр, большое спасибо вам. Многие из нас работают по 50 часов на двух работах каждую неделю. Это было замечательно. Большое вам спасибо. Было бы неправильно говорить, что Бог любит вас, и не благословить вас, потому что Бог так полюбил мир, что отдал. Будь благословенны. Иисус любит вас, ребята. Будьте благословенны. Когда я ложился спать, у меня возникла мысль, имей веру в Бога. Знаешь, я прошу большего. Я хочу видеть больше прорыва. Я хочу видеть исцеление каждый раз, когда мы прикасаемся к людям. Я хочу видеть, как слепые прозревают, глухие слышат, как калеки ходят. Я хочу видеть, как паралитики встают из инвалидных колясок. Я хочу видеть все это. Видеть, как мертвые воскресают. Речь не о том, чтобы иметь веру в свою веру, а веру в Бога. И он просто говорил ко мне всю ночь только об одном месте из Писания. Имей веру в Бога. И я не мог заснуть. Я все время переворачивался из стороны в сторону, и я знаю, что Бог не давал мне заснуть. И когда я добрался до Ремы и должен был там проповедовать, я понял, почему. Иисус проклял смоковницу. Он предполагал, что там могли быть фрукты. Он подходит, и на дереве нет плода. Христианин издалека выглядит, как христианин, но когда вы приблизитесь, имеют ли они плод, который свидетельствует о том, каким деревом они действительно являются? Иисус проклял дерево. Пусть никто снова не ест с тебя плода. Ну же, имейте веру в Бога. Если ты скажешь, этой горе сдвинуться, надо иметь веру в Бога, потому что мы должны сказать горам, и они сдвинутся. Они должны отойти. Как только мы сказали горам убираться, они не должны уже быть рядом. Иисус никогда не оправдывался ни перед кем. Он никогда никому не говорил, почему гора не сдвинулась, потому что она всегда отодвигалась. Как христиане, мы находим много причин, почему люди не исцеляются, и почему горы все еще здесь. Я хочу быть как Он. Я не хочу оправдывать. Иисус сказал, имейте веру в Бога. Я должен возрастать, продвигаться в ней, искать тесных отношений с моим отцом. Я нахожусь в списке ожидающих пересадки легких, но я верю в Бога, потому что Он заплатил за меня, за мое исцеление. Он может все. Он целит. И сегодня я проверила уровень кислорода, и Он никогда не показывал 97%, поэтому я должна была снизить его. Это так здорово. В огне. Во имя Иисуса. Мне нравится то, что неважно, через что я прохожу, неважно, что со мной, я делюсь Евангелием. Я буду делиться Иисусом повсюду. Мне нравится, что я узнал, что это не только для пасторов, апостолов, пророков, евангелистов и учителей. И я очень-очень благодарен, что Библия говорит, что эти знамения будут следовать за теми, кто верит. Это означает, что если вы верующие, то это ваше. Это ты, это твое. Только ты являешься твоим единственным ограничением, потому что Бог не ограничивает тебя. Мне нужно полностью себя посвятить. Я не могу позволить себе стоять в стороне в такое время, как это. Ты не ограничен на своем рабочем месте. Ты не ограничен в своей школе. Неважно, кто вы и где вы, никто не ограничивает вас. Сними цепи с нашего Отца. Как вы можете осветить мир, если вы не можете осветить свой дом? Единственная причина, по которой вы не можете осветить свой дом, это потому, что у вас корзина на голове. Потому что вы позволяете окружающим вас вещам определять Христа внутри вас. Ты позволяешь затруднениям определять то, что ты можешь являть. Бог не дал вам духа страха, но любви и силы и самоконтроля. Но вы не можете ходить в любви и силе без самоконтроля. Самоконтроль приходит от обновления вашего ума, от слова Божьего, от истины Божьего слова. Он хочет, чтобы я представлял его. Он заплатил высокую цену за меня. Если я вижу свою ценность во мне, тогда я увижу твою ценность в тебе. Я буду любить Бога всем сердцем. И то, что люди говорят, не будет определять то, как я буду жить. Я буду жить так, как Бог говорит. Потому что я не боюсь людей, я боюсь Бога. Будешь ли ты воином? Возьмешь ли ты камень, чтобы выйти против гиганта? Будешь ли ты жить с Христом? Поймешь ли ты, что Бог за тебя, а не против тебя? Убьешь ли ты великана, чтобы люди могли последовать за тобой? Проложишь ли ты путь веры, чтобы мы могли смело идти перед Господом и раздавить ад, чтобы армии Бога могли видеть кого-то, кто победоносно ходит и постоянно уничтожает дьявола?